Верховный суд США отклонил наиболее агрессивный иск представителей Дональда Трампа, которые по существу требовали заменить победителя на этих выборах Байдена на Трампа. Не получилось у Трампа в очередной раз добиться того, что он называет сам переворотом. И вот об этом мы сегодня разговариваем с американским политиком из штата Висконсин Юрием Рашкиным. Что происходит, почему Трамп не унимается и что он будет делать теперь? Спасибо большое, Юрий, что согласились поучаствовать в очередной раз в нашей передаче. И сегодня у нас речь пойдет о решении Верховного Суда Соединенных Штатов, которое было, к большому сожалению, для Трампа не в его пользу. Скажите, как вы можете прокомментировать его? Интересное решение, потому что с одной стороны оно было предсказуемо, с другой стороны оно все-таки очень интересно, несмотря на то, что оно было ожидаемо, потому что мы уже видели более 50 раз, что не удавалось президенту. Понимаете, президент у нас такой сейчас, который, я думаю, русскоязычному слушателю и зрителю должен быть понятен, потому что это такой властитель, который рассчитывает, что система будет закручена на него, потому что он президент. Если я президент и я иду в суд, то вы должны слушать мои жалобы, потому что я президент. Но в Америке, когда есть демократия и суды, нужно все равно принести доказательства. И есть, это очень интересно смотреть, потому что есть суди, которые назначены Трампом, которые очень к нему хорошо относятся и очень хотели бы его поддержать. Но, сэр, у вас нет доказательств вообще. Когда они будут, пожалуйста, приходите обратно. И вот этот тяжелый вопрос довел его до Верховного суда. Тут я вижу такую интересную деталь. Тот факт, что все республиканцы решили собраться на этом айсберге и вместе затонуть, имеет на самом деле глубокий смысл, потому что если они в какой-то момент все не соберутся, то вот это продолжается и тянется, и тянется, и тянется. Поэтому, с одной стороны, для них имеет глубокий политический смысл показать своей базе, что они с Трампом все, мы как один за Дональда. Но, с другой стороны, они, это, опять же, история с политиками против судов. Политики готовы такое тяжелое решение передать кому-то другому, в данном случае суд. Поэтому они сказали, потому что политики, которые выиграли выборы, которые в этой груди играют всю свою профессиональную карьеру, так сказать, ну, больше Трампа, который только этим недавно стал заниматься, они смотрят на эту ситуацию совсем по-другому. И они способны принять решение Верховного суда, в конце концов. Хотя и говорят о том, что не способны. Но я думаю, что они как раз способны. А вот Трампу тяжелее. Поэтому они все сейчас собрались. Верховный суд сказал, давайте, ребята, все в один. И тут он взял этот плод и затопил его. Потому что нет никаких оснований, каким образом один штат может говорить четырем другим штатам, что их голоса не считаются, потому что этот один штат чем-то недоволен. У нас все-таки очень уважают право голоса. И когда четыре штата могут оказаться без голосов вообще на выборах, ну, это просто такое нарушение демократических норм и законов, что просто вот до этого момента мы такого при себе представить не могли. А вот ошибались, потому что политическая фантазия генерального прокурора Техаса, и он же явно, так сказать, работает под указания тоже. Потому что прокуроры, они политики. Прокуроры, им надо переизбираться все время, им тяжело, я их понимаю. То же самое с конгрессменами. Им надо переизбираться, им тяжело. Но вот сейчас они все переложили все свои жалобы и все свои надежды на Верховный суд. И Верховный суд сказал, ребята, тут нет никакого дела, перестаньте этим заниматься. Мы не будем влезать, мы не будем это решать. Конечно, Трампу сразу кажется, что это значит, означает, что Верховный суд против него, что это часть заговора против него. Но когда заговор всех против одного человека, может быть, один человек ошибается. И тут мы, значит, теперь эта битва переходит на следующий этап. Потому что у нас теперь конгресс, который должен принять решение. И тут похожая ситуация. Потому что все республиканцы, хоть до последнего, могут кричать, что выборы украли, но их меньше. Поэтому, когда дело дойдет до конгресса, спасибо Нэнси Пелоси и большинству, республиканцам можно сказать как бы правильные вещи. И при этом не быть ответственными за ними. Это полная безответственность. Вот о чем это говорит. Скажите, пожалуйста, а вот в Конгрессе, правильно ли я понимаю, что у республиканцев не будет большинства для того, чтобы остановить, собственно говоря, инаугурацию Байдена? Поясните, пожалуйста, подробнее нашим зрителям, как вообще устроен этот процесс? И есть ли такой шанс, хотя бы теоретически, через американский парламент, можно так сказать, устроить вот этот самый переворот, которого добивается Трамп? Ну, во-первых, мы начинаем с того, с чем вы закончили. Это переворот. То, чего пытается добиться президент. Он даже по-английски сказал overturn, то есть развернуть, перевернуть переворот в результаты выборов. Это означает то, что он признал, что он проиграл, но он недоволен результатом. Ну, мы это видели. Он теперь будет давить, он всегда давит, он давит на тех, кто он считает под ним, кто от него зависит, и он абсолютно не волнуется, что за это ему будет, потому что всегда его что-то спасает. В данной ситуации, ну, это следующий вопрос. На данный момент ему терять вроде бы нечего, поэтому он будет давить на конгрессменов, и они будут голосовать за то, чтобы дать Дональду Трампу все, что можно, но они защищены, в конце концов, тем, что они в меньшинстве. К вопросу о меньшинстве и большинстве. Была такая теория всплыла в какой-то момент, что если есть ничья, и тогда это перебрасывается в нижнюю палату, то в нижней палате это рассматривается один штат, один голос. И там в Сенате, я же не помню, какая-то. Потому что этой ситуации уже не понадобилось, потому что ничьи не произошло. Поэтому сейчас происходит просто то, что должно было произойти, то есть сертификация результатов, и это более стандартная процедура, где не нужно играть в такие старинные неиспользованные игры. Ну и слава богу, выяснилось, что у нас масса пробелов в нашей Конституции, которые надо теперь залатывать, потому что один упорный человек может много-много чего сделать. Да, но тем не менее, ведь Конгресс должен формально утвердить победу Байдена. И вот, насколько я понял, вот в этот момент какой-то конгрессмен от республиканцев может заявить, что он не согласен. И далее начинаются прения. Правильно я понимаю, да? И вот в ходе этих прений может произойти много разных интересных вещей. Или я ошибаюсь? Мне кажется, что вы ошибаетесь. Александр, вы сделали столько... Вы так много следите за этим, хорошо следите, глубоко копаетесь. Я вам скажу, отдам должное, что в конце концов я просто как бы смотрю на большую картинку. И большая картинка такова, что Нэнси Пелоси, глава большинства, даже если происходит ситуация, когда Митч МакКоннелл что-то может сделать в Сенате, все равно двух палат о Трамп не получит, потому что Нэнси Пелоси и демократы блокируют любые такие маневры. Кто его знает, сейчас просчитывается ситуация очень быстро. Слава Богу, что на Байдена и работают сейчас просто все хорошие адвокаты, а на Трампа работают плохие адвокаты. Это я еще выяснил после моего развода. Очень важно найти самого лучшего адвоката, потому что это имеет значение. Господа, у Трампа сейчас тяжелая ситуация. Я думаю, что он не сможет разрулить ее в Конгрессе. Да, есть определенные даты, да, что-то может произойти, да, кто-то что-то скажет. Но результаты выбора это не изменит. Да, ну из ваших слов я понял, что поскольку в Нижней Палате у демократов большинство, хоть и в Сенате пока что у республиканцев большинство, тем не менее, вот сам факт того, что хотя бы одна из палат контролируется демократами, означает, что в принципе уже вот этого самого овертурн в принципе не может произойти. Но вот вы обратили внимание в начале нашего интервью на очень интересный момент, что вот сейчас республиканцы сразу же сделали самую большую свою ставку из всех возможных, да. Они решили собраться все вот под этим вот иском Трампа, да. Точнее, если говорить, то под иском штата Техас. И получается, что теперь они должны будут по каждому подобному поводу, вот в каждом буквально конфликтном случае, который разворачивает Трамп, собираться вместе. И если они в какой-то момент, например, по той или иной причине собраться не смогут, то в глазах общественности это будет воспринято уже как раскол, даже если формально-то расколы, может быть, даже не будет. Короче говоря, они заранее сделали такую мощную заявку, что теперь им постоянно надо будет соответствовать вот этому уровню единства, которого, конечно, на самом деле быть не может, насколько я понимаю. И тем более вот сейчас, когда Трамп вот так разгромно проиграл в Верховном суде, как вы думаете, вообще у республиканцев будет ли мотивация продолжать его поддерживать? В его вот самых таких, казалось бы, ну, удивительных и неординарных начинаниях, как вот, например, подача вот этого вот заведомо, в общем-то, бессмысленного иска в Верховный суд. Александр, тут два пункта. Во-первых, раскол и республиканцы против демократов, и к чему это может привести. А второй пункт это Трамп. И что, при каких обстоятельствах он может потерять свою поддержку? Пока что у него его оголтелое ядро продолжает за него держаться. Посмотрим. В Америке все-таки, как и Трамп, предпочитают победителей. А он проиграл, поэтому это как-то ему помешает. Но он заморозит поле, пока он не уйдет с битвы. Любой республиканец не может избираться. Это мы еще будем наблюдать. Тут есть разные версии. Но очень важный действительно вопрос по поводу единства республиканцев. Пока что вот это безответственное поведение республиканцев держится на Нэнси Пелоси и на демократах в том, что они разумные и не начнут что-то другого, так сказать, отвечать на эти заявления. Потому что уже есть ответ. Пожилой конгрессмен из Нью-Джерси, не помню его имени, заявил, что не надо теперь допускать вот этих всех конгрессменов, которые поддержали Трампа, в Сенат, в Конгресс. Потому что они поддержали страну. И вот поскольку они предали страну таким образом, то за это и есть последствия. И вот тут опять зависит от того, во-первых, закона, во-вторых, политика. В данный момент никто на республиканцев суд за то, что они предали страну, не подает. Тут вопрос только о политике. А политики сделают заявление. И потом посмотрим, куда это уйдет. Пока это еще никуда не идет. Хотя есть люди, которые, конечно, согласны, что то, что сделали республиканцы, согласившись поддержать абсолютно безумный иск, который ставит один штат над другими, это предательство страны. И глава республиканской партии Техаса уже сделал заявление, что, возможно, нам нужно создать конфедерацию, которая следует законам. То есть, вот политики отвечают друг другу. И когда они начинают отвечать друг другу, могут начаться непредсказуемые результаты. Поэтому я рекомендую, что сейчас, я думаю, пытаются делать люди Байдена, как можно тише спустить на тормозах ситуацию, пока Трамп не уйдет из Белого дома. И потом начать как-то разбираться с ситуацией, потому что он будет подогревать ситуацию. Тут мы переходим к следующему. Поддержка Трампа. Потому что поддержка Трампа у него есть. А пока он жив. Но, слава богу, я не люблю говорить такие вещи, но просто невозможно представить, если человек что-то по-другому растворится. Ему уже хорошо за 70 лет. То есть, означает, если бы это был молодой человек, я бы намного больше опасался. Потому что то, что сейчас происходит у нас в стране, многие все больше и больше начинают сравнивать за ситуацией в разных странах примерно лет за 10 до войны. И если мы говорим о Второй мировой, или если мы говорим, я пытаюсь вспомнить, был еще какой-то конфликт, который был... У нас такая ситуация, когда у нас пожилой лидер. Это помогает, потому что если он будет экстремальным, то это сойдет на нет. Потому что, конечно, есть, давайте потом Дональда Джуниора, потом Иванку и так далее. Но мы видим, что у этих людей либо нет такого же интереса, как у Дональда, либо просто нет той энергии, которая так захватывает толпу. Да, Иванку у нее есть какие-то интересные качества, она может быть, наверное, интересным политиком, но это не тот политик, который, как Дональд, она не будет зажигать толпу так. А Дональд Джуниор, кажется, просто идиот. Поэтому, с одной стороны, он может зажигать, но он делает еще хуже, принимает решения, чем его собственный папа. У них там какая-то деградация в семье. Поэтому я в этом смысле не боюсь за наше будущее. Надо просто пережить вот этот опасный момент еще 40 дней, пока Трамп у власти. И потом, я думаю, мы сможем начать разруливать ситуацию, когда мы не будем видеть президента в новостях каждый день. Это так хорошо. Мы можем даже сказать пару слов по поводу Time-магазина, если вы хотите. Потому что на обложке нашего журнала, этот журнал, который, кажется, существует только в нашем воображении, потому что я его почти уже не вижу. Это же бумага. Кто печатает на бумаге? Пардон. Так вот, они сказали, что люди года — это Джо Байден и Кэмэла Хэррис. Это говорит о многом, но, мне кажется, не о том, о чем подозревают ваши зрители. Это говорит о том, что этот журнал хочет, во-первых, показать и присоединиться к консенсусу, что президент — это Байден. Что реальность, главная в нашей, основная реальность, — это, что следующим президентом будет Байден. И признание этой реальности — это, мне кажется, и есть, что хотели показать редакторы Time-а. Не то, кто там первый, кто второй, кто старый, кто пожилой, кто цветной, кто белый. Нет. У нас есть реальность, и ее надо уважать. И я думаю, что вот это важный посыл, который я увидел. Когда и как остановится Трамп, теперь, после решения Верховного Суда, на который он возлагал такие надежды, по поводу которого он сказал, ах, у него не хватило ни мудрости, ни мужества, так сказать, да, предать страну. А вот, как вы думаете, что теперь он будет делать? Что теперь будет делать Трамп? Ну, кроме, конечно, его бесконечных сообщений в Твиттере о том, что это rigid election и так далее, что он там еще пишет. Но, заметьте, Трамп, Твиттер стал уже его закрывать. Уже его последние твиты, они просто его не распространяют. Это у меня такое было на Фейсбуке, очень раздражает. Когда вы написали что-то, вот поставили, вот оно стоит, и никто не реагирует. Что происходит? А я, оказывается, там в Бен за что-то попал. Поэтому вот мне почти его жалко, потому что напечатал какую-то пакость и думаешь, сейчас разойдется, а Твиттер взял и остановил. Вот, поэтому есть вариант, что Трамп и его команда перейдет на парлор, который, говорят, существует. Я как-то зашел месяц назад, посмотрел типа Твиттера. Ну, вроде он есть, но это скучно, потому что... Я пояснил вашим зрителям, что парлор, да, это такая вот платформа для правых. То есть нет, формально она, конечно, для всех, но в ней просто нет вот этих ограничений, которые имеются в соцсетях, таких как Фейсбук или Твиттер, да, ограничения именно на дезинформацию. То есть там, собственно, да, собираются вот все вот эти вот опциональные правы, которые говорят все, что им вздумается. Да, вот все свои безумные теории, там, вот плоской земли до рептилоидов. То есть, ну, вот примерно так. Можно спокойно обсудить рептилоидов. Да. Вот. И есть канал Newsmax, который, он, значит, газета «Правда» была недостаточно правдивой для Трампа, и он с «Фокса» ушел на Newsmax. И теперь Newsmax в главной демографике уже побеждает «Фокс». Я только что прочел пару дней назад, что демографика от 25 до 54, которая самая важная, потому что это то, что предпочитают рекламодатели. Теперь Newsmax уже, значит, какую-то программу уже обошел «Фокс». Юрий, ну, мне кажется, что это ведь одновременно и очень тревожный сигнал. Ну, вот это, получается, наиболее экономически активное, потенциально сильное с точки зрения, ну, вот, экономического, интеллектуального потенциала аудитория Америки, получается, идет на совершенно какие-то безумные платформы, да, и смотрит вот эту вот безумную, эту трансляцию лжи на Newsmax. Вот вам не кажется, что это, как бы, очень, ну, такой показательный сигнал? То есть, фактически, мы имеем дело с реальным социологическим опросом, который показывает, что очень многие, еще раз подчеркиваю, люди в Америке трудоспособного возраста предпочитают альтернативную реальность. Два ответа. Во-первых, Трамп с этого дела очень хорошо собирает деньги, и, несмотря на то, что меня это само по себе мало волнует, потому что есть намного более важные вещи, для него деньги важны, он плохой бизнесмен, ему все время нужны деньги, он сейчас собирает, я слышал, 13 миллионов долларов в день за то, что он продолжает протестовать, что он выиграл на самом деле. С кого он собирает такие огромные деньги? Вот, и он, ну, как, у него же поддержка, 70 миллионов людей за него проголосовали. То есть, они ему делают переводы? Ну, нас поддерживает на Патреоне пара людей, почему его не поддержала пара миллионов? Просто другие суммы, поэтому деньги в этом смысле становятся... Демократы никогда не думали, что они смогут собрать такое безумное количество денег, 50 с чем-то миллионов там на выборы в Южной Каролине, и при этом проиграть. Поэтому деньги и власть как бы тут становятся разъединенными, что очень приятно. Но важно понимать, что Трамп проиграл не только благодаря демографическим переменам, которые происходят в нашей стране, а еще благодаря разрыву на образование. Большинство людей с высшим образованием проголосовали против Трампа. Большинство людей, которые проголосовали за Трампа, у них нет образования выше среднешкольного. Поэтому нужно делать просто как стране, нам надо ставить большую цель, что людей надо образовывать. Потому что когда люди образованные, они в состоянии, они научились принимать собственные решения, то они в состоянии, тогда наша страна будет в полном порядке. Но когда у нас в стране правят люди, которые пытаются угробить образование, начинаешь думать, что это не просто так, может быть, это им помогает. Оказывается, это создает публику для Ньюс Макса, это создает людей для тюрем, для тюремного комплекса. Это просто интересно в этом смысле, потому что республиканская модель заточена на низкообразованную публику, которая знает только достаточно того. Это, я заметил, меня поразило лет 10 назад, я был на встрече с нашим лейтенантом-губернатором, то есть вице-президентом нашего штата. И она, значит, сидели за столом, обсуждали, какие нужды у нашего бизнеса. И образование, слово всплыло. И сразу так несколько, да, нам образование очень важно, очень важно образование. А когда стали выяснять, какое образование им нужно, это нужно образование, которое человек при этом бы не сломал бы машину, на которой он работу делает. Вот это образование волнует наших правых республиканцев. Не гуманитарное образование, которое учит людей думать, читать книжки, размышлять, а образование, которое просто волнует, которое может оперировать машиной. И вот это, мне кажется, два больших пункта для нашего будущего. Ну, то есть республиканский подход, это в первую очередь формирование человека рабочего, что называется, такого вот, ну, ремесленника, да, который работает за станком и лишних вопросов все-таки не задает. Да, и которому самая большая радость, когда дали больше часов поработать. Интересно. Ну, хорошо, спасибо вам большое, Юрий, за эту интереснейшую беседу. Всегда рад, спасибо вам. Да, мы с вами продолжим эту историю, ну, она, безусловно, будет развиваться. История продолжается, да. Конечно. Ну, на самом деле, можно даже сказать спасибо Трампу за то, что он дарит нам эти прекрасные новостные поводы. Я не представляю, как же скучно было бы без него. Ну, кстати, тут была такая замечательная по этому поводу комедийная штучка, когда говорили, что не волнуй. Вот комики очень страдают, не будет Трампу, что же делать? И другие комики говорят, не волнуйтесь. Он еще будет в суде, у него еще будут другие проблемы. Он никуда не уходит, ребята. Мы о нем еще будем говорить и говорить. Ну, слава богу. Это был Юрий Рашкин. Подпишитесь на Ньюс Эйдер, при желании поддержите нас через Патреон и другие ресурсы. Ссылки найдете в описании к видео и в первом комментарии. С вами был Александр Кушнарь. До новых встреч. Берегите себя.